Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Всегда очень болезненно и тяжело переношу расставание с мамой, так как часто приходится уезжать в другой город на учёбу. Видимся примерно каждые полгода, начинаю сильно плакать, задыхаться, плавать, успокоить и ничего не помогает. Скажите, как переключить себя на другие мысли, контролировать эмоции от моих слез и ещё больнее. Собственно, здесь речь идёт про слияние, а не слияние, то есть вы с твоей мамой как бы единое целое получалось, да как бы, то есть, ну практически вот, практически нет подразделения, что ли, но вас, что есть вот вы, да и вот условно говоря, мамы. То есть, вот так получается, ну на мой взгляд, по крайней мере. То есть, слишком, слишком сильно вы, ну в данном случае, получается так, привязаны к маме своей. Ну вот, на вопрос, на вопрос о том, допустим, почему так, на вопрос вот, ну каким образом так получается, получается, что вы к своей маме привязаны так. Я думаю, что здесь вот всегда есть такая установка, всегда есть такая мысль, что без мамы, без тебя, мама, вот, например, без тебя, мама, я не выживу. То есть, это вот, как правило то, что он транслирует сам человек в первую очередь, это, как правило то, что он транслирует ему, его родитель, не осознавая, да, ну сам, как бы вот этого не осознавая, сам не осознавая того, что он это, как бы транслирует, вот, к сожалению. И, соответственно, получается, что и родитель, и ребёнок верят в то, что ребёнок, в данном случае, не справится сам без родителя. То есть, без него вообще как бы никто, никто практически, ну практически, практически. Вот. Это постоянная какая-то тревога, это постоянные какие-то сомнения, это постоянные какие-то переживания за него, это постоянный контроль, это вот что-то вот такое вот постоянно происходит между ребенком, в данном случае, и, соответственно, родителем. И данную, на мой взгляд, негативную, достаточно негативную и достаточно разрушительную для человека след необходимо разрушить, необходимо разрушить, ну или хотя бы разорвать, да, то есть между вам и мамой необходимо выстроить вот, что называется, такие, ну адекватные, скажем так, максимально адекватные личные границы, чтобы можно было относительно безопасно общаться, не поддаваясь и не подкрепляя какие-то, в данном случае, негативные аспекты со стороны вашей мамы. Вы вполне, вполне можете чувствовать, как будто что-то теряете, вы вполне можете ощущать, как будто бы вот вам чего-то не хватает, то есть это как бы, ну, вполне естественная такая реакция, вполне естественное, такая вот, естественное ощущение, вот, но в силу, как мне кажется, в силу ряда причин, в это вы не идете, то есть, ну, вы боитесь, вот, вы в это, вы в это не идете, то есть, вы не идете туда, в сторону того, да, что вот, что со мной вообще, как бы, происходит, да, чего я боюсь, чего мне не хватает и так далее. Ну, то есть, вы не идете туда, не идете в этом направлении, вот, а это очень важно, очень важно в это направлении как раз таки идти, чтобы, собственно говоря, как-то вот понимать, что с вами происходит, чтобы ощущать, что с вами происходит, да вот, и чтобы отдавать себе в этом, как мне кажется, отсчет, ну, вот, максимально адекватный и максимально корректный, ну, понимаешь, да? Сейчас ничего такого у вас, к сожалению, нет и, в общем-то, на мой взгляд, это довольно печально, довольно грустно, что вы на самом деле считаете, что без мамы вы, ну, грубо говоря, ничего не можете, что вы без мамы, там, ни на что не способны, ну, что вы без мамы ни на что не способны, вот, и, ага, как бы, что вам прям, вот, можно сказать, ну, страшно, вот, cheat вам, прям очень, получается, страшно для меня, что вы чего-то боитесь, вот, довольно часто бывает такая история Но мы не хотим проводить такая ситуация. что вы можете пытаться реализовывать ожидания, вот, понимаете, вот, как бы, ну, просто вот пытайтесь оправдать ожидания, например, вот, допустим, просто вот, боитесь этого не сделать. Понимаете, да? Вот, соответственно, нужно подумать, в данном случае, что вам вообще движет, вот, чего вы вообще хотите и так далее. Как-то так я бы ответил на ваш вопрос. А, совсем, да, обратите еще внимание, пожалуйста, в данном случае на чувство вины. Вы говорите, что... Ну, по сути, вы говорите про то, что вашей маме от ваших слов... Ну, было, было, было. Вот. Ну, было, было, было. Хватит. Вы пытаетесь вот это сказать сейчас, что, ну, больно. Ей больно, а вы от того, что ей больно, вы себя чувствуете виноваты. Вот, понимаете, да, какая интересная штука. То есть, что здесь, чем мы здесь имеем дело в первую очередь? Мы здесь имеем дело в первую очередь с тем, что берется ответственность вами за вашу маму, хотя она вас как-то об этом не просила. То есть, она могла не просить о том, чтобы вы брали за нее ответственность. Или могла попросить, да, но вы вот как-то согласились, да, особо не размышлял по привычке. То есть, согласились, сможете вы, не можете там, как бы, ну, отвечать за нее. Вот. Можете ли вы, хотите ли вы отвечать за свою маму? Ну, как-то это все вот. Ох, вас, вообще говоря, на тот момент не особо заботило. Вот. Может быть, вы даже и не задумывались об этом никак. Вот. А сейчас это становится тяжело, сейчас это становится трудно. Вот. Потому что за маму-то вы, как бы, чувствуете ответственность. Ответственность. Вот. Это давление постоянно. Да. Не так просто. Как вот. Ну, как может показаться, к сожалению, или человеку со стороны. Например. Вот. Поэтому, такая вот история получается. Не очень хорошая. В данном случае. И с этой историей вам необходима работа. Получается, что живете не вы, а не вы ее там, и ваша мама. А живете вы с вашей мамой. И, условно говоря, это как два человека, которые тащат одно тело в разные стороны. Ну, как бы. Ничего хорошего. Из этого не получится. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Ну, и желаю вам всего самого доброго. Удачи. И обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Чтобы не franchise и добиться. Захюр.